Эммануэль Макрон вновь прибыл в Бейрут, чтобы обсудить с ливанским руководством дорожную карту реформ. Это уже второй визит французского президента после трагедии, потрясшей страну кедров в августе, когда мощный взрыв прогремел в порту Бейрута. Тогда Макрон пообещал ливанцам помощь, но в ответ призвал урегулировать затянувшийся политический кризис и провести реформы. Похоже, этот запрос был услышан, поскольку буквально за несколько часов до прибытия Макрона парламент Ливана в рекордные сроки утвердил нового главу правительства. «Не нам судить об этом назначении. Это суверенный вопрос Ливана. Но мы заинтересованы в том, чтобы новое правительство как можно скорее приступило к работе для осуществления структурных реформ в стране на благо ливанцев». Визит Эммануэля Макрона вызвал немало критики. Многие восприняли этот жест как вмешательство Франции в дела своей бывшей подмандатной территории. Однако простые ливанцы возлагают немало надежд на помощь французских властей, поскольку последние несколько лет страна находилась в глубоком политическом и экономическом кризисе. Ну а взрыв, произошедший в порту Бейрута в августе, стал в глазах населения олицетворением беспомощности и коррумпированности старых элит. По оценкам Всемирного банка, ущерб от случившейся трагедии достигает 5-8 миллиардов долларов.